Привет, Артём! О-о-о! Влад, опять ты? Опять с камеры? Да. По какому вопросу? Многие наши телезрители интересуются, как здесь у нас, что устроено. Какие станки? Вот тут вопрос недавно человек задал. КРС, говорит, у вас стоит там. Я подумал, что это вот про крупно-рогатый скот, вроде посмотрел, нет крупно-рогатого скота никакого. Что такое КРС? Я не знаю, братан. Координат на расточной станок. А, да? Понимаешь, да? Вопросы какие задают? Чем занят, расскажешь. Да, вот и выставляют центр на расточном станке, чтобы расточить этот блок. Это 8-цилиндровый рядный двигатель новый? G8 и КД? G8 и на. G8 и на. 4-х литровый. Тут такой же стоит, смотри, у меня три их сегодня. Сразу три и делаем. Это гильзовка, да? Ну да. Слушай, а вот еще многие вопрос задают, почему мы не растачиваем под размер? Мы растачиваем. Все по желанию клиента, так сказать. Клиент хочет растачивать. Наша рекомендация гильзовать все равно, да? Да, да, да. Но тут стенка тонкая. Ну, на этом блоке еще не повскрывалось. А чаще всего бывает, знаешь, у них вот этот чугун, он залит криво. Вот он криво залит, и получается, тут у тебя мало, а тут много. И ты когда протачиваешь, даже сейчас бывает часто, что вскрывается. Просто на этом блоке, это редкий блок, когда не вскрывается. Я снимаю там не больше миллиметра, чуть-чуть больше полмиллиметра, чтобы понимать. Вот, 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 вот. Вот, видишь, я цилиндр скрылся? Ну, это тоже хорошо, а бывает прям вообще. Там вообще бывает очень сильно так. В общем-то, это одноразовые моторы, да? Слушай, ну, вроде как я делаю, они ездят. Не знаю, сколько это, четвертый год? За четыре года возврата не было. В среднем сто тысяч до ремонта и сто тысяч после, да? Ну, я конкретно знаю, который триста тысяч прошел. Я ему гильзов после, ну, это Старакс 2.4 К.Е. Каджир. Он ездит в дальнобойник. Вот он триста тысяч прошел. И он разобрал по причине у него сломался клапан. И он ко мне принес свой блок. Я его даже не стал перегрязовывать. Я просто отханиговал. По цель категории пошли. И он собрали, и он дальше уехал. Ну, рейсовые они, да, они по-другому все. А, здорово, братан. Че тут? Здравствуй, президент. Ну, что здесь? Координатно расточенный станок, как мне назвали? Медсуисейки? Медсуисейки. Токио, Япония. Джапан. Координатно расточенный ремонт на нем поможет. Головки алюминиевые. То, в общем, ты координатку, как фрезеровку, что ли, используешь? Да, спокойно. Вот так вот координатные станки убирают. А ты можешь его еще тесто сверлить, но использовать. Сверлить всякую. Элементарно. Че за чем можно? Головку переделать можно, да? Можно головку переделать все в атмосфере, 4-5. Спокойно можно. Ну, спектр работы данного станка достаточно высокий. Точность станка меня просто удивляет. Можно работать для тысячи. Одним словом, Япония. Японцы делали вещи, да, когда? Эту точность еще, она у меня лет 20, наверное, будет у этого станка. Ну, это грамотное использование и эксплуатация станка. Своевременное обслуживание, то и точно сегодня не проходят никакие рамки. Я думаю, еще на несколько лет 20. Это, короче, у нас Андрюха, высокоточный специалист по плоской шлифовке. Видите, он сейчас вот там по 4 микрончика добавляет, то есть по полсоточки работает. Ну, то есть все делает грамотно. А это у нас просто шлифовка для чугуна, да, и стали нужна. Чугун стали почему? Потому что тут магнит, он магнитится. Но, но, мы можем с помощью всяких типа вот таких приблуд, вот они, видите? Она прилипает, и можно зажать алюминиевые запчасти. Да, понял. И алюминий, в принципе, тоже можно шлифовать. Любую штуку можно шлифовать? Любую можно, да. Есть разные сложности, если там, конечно, оно того стоит, то можно. Ладно, понятно. Ладно, что пойдем, пока что еще осталось. А у нас вот тут, смотри, что есть еще. Такая вот... Это у нас опрессовка. Вот она сейчас как раз греется, сейчас пока 40, но нагреется до 60. Тут мы опрессовываем ГБЦ. Ну, в общем-то, и все. Тут у нас вот такой токарный станочек есть. Он у нас чуть-чуть старенький, не такой точный, поэтому мы на нем черновые работы, так скажем, делаем. Грубые. Во-во-во-во, смотри, а вот тут у нас что есть еще? У нас тут и каленвалы есть. А, ну да. А Игорь, кстати, раскатывал. Если вот тут отжать, он еще... Сейчас у нас в центрах все выставлено. Это серьезные агрегаты вообще? Вообще, да, они слабые. Потом подкорректируем еще. А Николай у нас где? На больничном? Ну да, да. Но он скоро придет и будет в команде с нами. Ну, я считаю, этот мат уже, походу, не поможет ему не такая очень просто, да? Или можно сделать? Ну, там еще можно сделать, да. Померить и сделать, да? Да. А здесь что у тебя такое припрятано? Короче, смотри, у нас есть... Ну, вот этот 48-й шпиндель, это стандартный, да? Это, ну, он... Не, или это вот этот? Да, 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 да. Вот именно. Вот эта вся часть? Ну, вся часть, да, этого станку. А диаметр считается по... Да, 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 да. Ну, это стандартный, вот обычный. Это тоже 78-й, он тоже, как бы, как обычный стандартный. А вот 120-й, он мало у кого, я так думаю, есть. Ну, он есть только именно те, кто занимается грузовиками. Так как мы и можем делать, у нас станки позволяют и грузовики, у нас тоже есть такой шпиндель. Вот недавно звонили, там, DAF у него 130, под ремонтную гильзу надо было ему расточить блок. Вот. Он привезет еще блок, будем растачивать, покажем в видео. И у нас есть вот это мой самодельный шпиндель. У него 45 диаметр, то есть это 48-й мы уменьшили и удлинили на 10 сантиметров, на 100 миллиметров. Вот. Это мы делаем втулки баланс валов именно ЦБ, но любые по высоте и по ширине, если пройдут другие, в общем, мы можем и что хочешь делать. Но конкретно под ЦБшный двигатель, G4 ЦБ, сделан был этот шпиндель, чтобы делать втулки баланс валов. И мы бы могли, конечно, взять развертку, там, просто, как все делают, одной разверткой там проходить. Но это не так точно и не так качественно, как делать на этом шпинделе. Ну, согласен, да. Слушай, ну и получается преимущество у нас, да, при выполнении работ определенных мы это делаем у себя быстренько. Раз, да? Да, конечно. А вот там, как раз, который сейчас этот, Андрюха-то шлифовал блок, на нем как раз и сделаны втулки баланс валов. То есть сразу сделал втулочки туда-сюда. Да, загильзовал, сделал втулочки. Вот сейчас у Андрюха что-то планет и может. И установка сразу у нас, да? Сборка, установка. Сборка, установка, да. Причем пацаны тоже все. Я иногда даже так прихожу, посмотрю, послежу. Там, конечно, все нормально делают. Все чистенько, все промывают, все канадчики. Ну да, молодцы. Молодцы, ребята. Молодцы, очень ребята. Хонголовочки вот этими я работаю уже 10 лет. Размер от 120 до 65. 66, так скажем. Но вот у нас есть новенькие. Конечно, они еще не прикатаны, но я их в скором времени притру, короче. И у нас тут уже размер идет от 55. Мы даже сможем сделать легендарную ЯУ. Да. Это вот ЯУ часто просят, поэтому я заказал такие вот хонголовочки. Ну и в целом у нас токарный сет приспособлен для работы по... От грузовика, от DAF, от Mercedes Actros, там не знаю, с 16 литровых до мотоциклов, мопедов, так скажем. Все работы по ремонту ДВС. Легко. Так что... На высококачественном уровне. С большим стажем работы. Все на этом. Да. Давай, братан, заходи, если что. Пока. Давай. КОНЕЦ Продолжение следует...